Самые умные компьютерные хакеры вновь в Ешкарале. Правда, они уже задержаны по подозрению в мошенничестве. Еще в прошлом году в отделы полиции Ешкаралы стали поступать заявления о хищениях денег с банковских карт от жителей Астраханской области, Хабаровского и Алтайского края и других регионов страны. В ходе расследования стало ясно, что кражами занимаются одни и те же люди, причем схема преступлений отличалась от всех ранее существующих. Так было выяснено, что хищение денег с пластиковых карт одного из крупных банков происходили через заражение смартфонов с операционной системой Android, на которых была подключена услуга «Мобильный банк». Вирусная программа попадала в смартфон через спам-рассылку СМС или ММС сообщений. Обычно к ним была прикреплена ссылка следующего содержания «Я по вашему объявлению с Авито» или «Посмотри на эти фотографии». Переходя по ней, владелец смартфона невольно устанавливал у себя вирусную программу. Она блокировала информацию об отправленных и получаемых СМС сообщениях и начинала сама отправлять СМС сообщения на определенный номер, осуществляя тем самым перевод денежных средств с банковской карты. Деньги затем переводились на номера телефонов или на банковские счета ешкаралинских хакеров. «Сотрудниками отдела К задержаны двое жителей Шкаралы, подозреваемых в совершении хищения денежных средств со счетов клиентов Сбербанка. По местам нахождения подозреваемых проведены обыска, в ходе которых изъята компьютерная техника и другие предметы, свидетельствующие о причастности к данным преступлениям». Всего установлено более 30 тысяч пострадавших по всей стране. Добавлю, что пока действие вируса не приостановлено, а значит владельцам андроид-смартфонов с установленными программами мобильного банка стоит быть осторожнее при чтении сообщений, отправленных с незнакомого номера. Субтитры создавал DimaTorzok